Детский сад в Симферопольском микрорайоне Кирпичный вполне мог бы пополнить список долгостроев, ведь первый подрядчик оставил его довольно быстро. Откуда берутся ситуации, когда объекты долго не сдаются и все тонут во взаимных обязательствах и не могут найти ни виноватого, ни крайнего на самом деле? Откуда берутся такие ситуации? Я думаю, что подрядчик, который берется за определенный объект, он переоценивает свои усилия, ну как бы свои возможности для этого строительства, вот поэтому может быть не хватает. С удовольствием хватаются за объекты ФЦП, тем не менее? Ну, в тендере участвует очень много подрядных организаций, очень много ведутся торги, каждый дает низшую цену, за которую он возьмется работать. А правда, что есть тенденция, когда выигрываются аукционы, конкурсы, а потом набираются субподряды, то есть перепродаются такие проекты? Не знаю, у нас такого не было. Ну, это когда ты падаешь до минимальной цены, и там уже экономики вопроса нет, но ты все равно падаешь, берешь объект, а закончить его не можешь. Именно вот этот садик, он фундамент и часть здания нам уже осталась от предыдущего подрядчика, который не смог выполнить свои договорные обязательства. И мы его уже выиграли путем тендера и начали достраивать. Охота берутся люди вот за уже начатую работу и какой-то цикл, когда выполнено. Это сложнее, наверное, доделывать? Это сложнее, да. И за кем-то делать, переделывать, либо потом проверять качество выполненных работ ранее, да, и чтобы потом их ввести в эксплуатацию и сдать заказчику, это тяжелее. Сегодня не имея оборотных средств собственных, стоит ли рисковать и браться за такие крупные проекты? Нет. То есть только для сильных компаний, которые имеют свободные деньги и могут ими же подстраховаться? Так точно, да. Только так. Сад примет 260 детей, которых уже не надо будет возить в город. Что самое сложное в таких объектах? Не коммерческих, да, вот там, как гостиницы и торговые центры, ну, это социальная категория. Что самое сложное? Ну, нет ничего сложного. Все, есть проекты, согласно проекту, регламенту, выполняемые общественные работы. Здесь, так как большая бальность, опасно землетрясение, да, здесь идет обязательно монолитно-каркасное здание, да, вот, от тех предыдущих, которые делали раньше, как бы, во времена СССР. Вот, соответственно, весь проект от этого и отталкивается. У вас знаете, мы дорогая логистика. Есть такая проблема для вас? Нет, проблема, как бы, есть, но она вся решаема. Конечно, часть материала все-таки приходится заказывать с материка. Например, такие, как противопожарные каленые стекла, да, для входных групп. Вот, в Крыму их просто физически никто не производит. Вот, утеплитель, например, каменная вата в больших объемах. Ее тоже заявки заказывают сразу непосредственно на заводе уже производителя. Это Ростов, Краснодар, ближайшие регионы. 20 лет назад не использовалась технология утепления фасада, да? Никак нет, да. А что ее заменяло? Толщина, кладки заменяло. Теплопотери компенсировали толщиной стен наружных. Они были 48 сантиметров, 52-56, как бы, да. А сейчас это минимализировали за счет наружного утепления. Это на экономику вопроса влияет же? То есть это стало дешевле, чем добавлять кладку, раствор? Конечно, это дешевле, это быстрее, это надежнее. Да, наверное, вы заметили, что большинство объектов, таких как школы и детсады, строятся именно из газобетона. Это разновидность ячейстого бетона, весь он пронизан порами, которые друг с другом не сообщаются. Как правило, это цемент, кварцевый песок и специальные газообразователи, которые отвечают за пористую структуру. Он быстрый, удобный, геометрия хорошая, легкий материал. Его нельзя назвать совсем новым строительным материалом. Вдобавок о его плюсах и минусах не утихают споры. Производители утверждают, что стена толщиной в 30-40 сантиметров из газобетона заменяет собой метровую стену из кирпича. Однако на практике последующее утепление газобетонной кладки будет наиболее правильным. На фасаде мы видим такую горчичную отделку, насколько это единственная возможная конструкция утепления, технология. И почему используется именно она? В проект заложено утепление каменной ватой, толщиной 80 миллиметров по фасаду. Проектировщики заложили именно этот материал, который мы и применяем. Она в дальнейшем будет оштукатуриваться, выкрашиваться в яркие тона. Кто у вас работает? У нас всегда есть свой состав людей, которые выполняют определенные виды работ. На специализированные работы у нас всегда сопровождает подрядчик. Это инженерные коммуникации и частично отделочные работы. А в чем разница для строителя строится детский сад или, например, торговый центр? Ну, разница небольшая. Стройка есть стройка. Камень, вези камень. А это должно быть нравиться, это занятие? Вам оно нравится? А чем? Ну, не просто что-то прилепил, а что-то строишь, придумываешь. Созидаешь. Ну да, что-то такое. А до этого, до того, как появились такие проекты, появились деньги, появилась возможность финансировать, устроить в Крыму было нечего? Ну, вы имеете в виду. Мало, редко. Ну да, раньше. Да, вообще, вообще ничего не стоило. Работали, значит, по-наему, на домах. Ну, вы довольны? Конечно. Большое помещение – это столовая, да? Нет. Это помещение у нас приготовления пищи. Это сейчас оно большое. Оно разделится на очень много помещений. Раздаточное, разделочное, рыбный, мясной цех, горячий цех, приготовление, выпечки и так далее. Ну, здесь оборудование, наверное, дорогостоящее будет. Потому что много таких точек по пищеблоку, да, то это тянет на деньги, да? Очень большие деньги. Оборудование очень существенно, как бы, имеет стоимость сметную в расчете. И оно современное, энергоемкое, с большим КПД, как бы, уже, да, потому что оно рассчитано на дольший срок эксплуатации. Выполняя один комплекс работ, который очень маленькая его стоимость выполнения, да, подрядчик компенсирует другой какой-то работой, на которой есть небольшая прибыль. И в совокупности выходишь, как бы, на заработок, чтобы можно было существовать, развиваться, как бы, и строить дальнейшие объекты. А что это за пруты такие, вот, на поверхности утеплителя? Что это будет? Ну, у нас сверху утеплителя предусмотрена цементно-песчаная стяжка марки 150. Она должна быть заармирована с шагом 200, вот, арматурными стержнями шестого диаметра, дабы избежать разрушения цементно-песчаной стяжки. Роза Зухайраева, приехавшая из Чечни шесть лет назад, штукатур на этой стройке. Я думала, чеченские женщины – это женщины, которые, ну, всегда дома, у которых все под рукой, которых обеспечивают мужчины. Да, у кого есть мужья, у кого нету, приходится самой, это, детей поднять же надо на ноги, внуков надо помогать, детям надо. Почему вот женщин всегда больше берут на штукатурные работы? А что поделать? Приходится. Женщина больше все видит, чем мужики. Сколько вы лет работаете штукатурным? Ой, я с 80-го года работаю штукатурмаляром. За столько лет изменилась технология вот вашей работы? Поменялись там материалы и что стало? Конечно, все, все получилось. А легче стало работать? Конечно, легче. Почему? Потому что все уже новое, все, конструкции, штукатурка, и шпаклевка, все новое, легче работать, удобнее. Для множества инженерных коммуникаций здесь отведен целый технический этаж. Это экономит другую полезную площадь детсада. Все подвальное помещение, получается, тут порядка 1800 квадратных метров, все под инженерием. Это помещение, отправная точка раздачи тепла. Да, называется ИТП, индивидуальный тепловой пункт, откуда принимается от котельной первый теплоноситель. Вот он смешивается до нужной температуры и раздается по всем помещениям. И так же самое здесь идет по высоте установки, фильтрация воды, расширительные баки, как бы, ну, все, можно сказать, сердце тепла этого всего здания. Из-за неудачного старта строительства первым подрядчиком теперь проект разделен на две части – общестроительные работы и благоустройство территории вокруг объекта. Делать их будет фирма, выигравшая отдельный будущий конкурс. По проекту, значит, будут теневые навесы, будет очень много зеленых зон, насаждения, цветы, клумбы. Будут пешеходные дорожки из помочного мощения, пожарный проезд будет вокруг всей территории. А в основном это все будет газонная трава, рулонные, песчаные основания, вот, где будут непосредственно проходиться детские, как бы, качели, горки, да, и будет противотравмовое покрытие непосредственно на спортивной площадке. Детский сад в Симферополе вдоль карьера, чтобы добраться до школы в соседнем селе, только потому, что недобросовестный подрядчик опоздался сроками сдачи их собственной школы и допустил необоснованные и вовремя не заактированные отступления от проекта. Да и сам проект был далек от совершенства. И вот перед нами еще один вариант тихой стройки, точнее, притихшей – школа в селе Заречное, в Добровской долине. Первый раз мы снимали ее в ноябре прошлого года. Она выглядела бойкой, многолюдной, оптимистичной. Падение выручки в окрестных продуктовых магазинах продавцы ощутили уже в середине лета. Рабочих на стройке становилось все меньше и меньше. В службе капитального строительства так поставили вопрос перед генеральным подрядчиком фирмы из Санкт-Петербурга. Верните нам все свои авансы, сдайте документацию, и вы свободны. А вы что, стоите и никуда не уходите? Да, мы никуда не уходим. И не уйдете? Ну а как не уйдете, ну уже 90% выполненных работ уже по каркасу, это уже мы полностью каркас, мы стадию каркаса закрыли. Сейчас уходим в цикл отделки, она там на несколько фактов разделена, и что получается. То есть вы здесь оборону держите? Ну а куда одеваться, если не сдано три объекта, ну как бы поймите. Обо всех этих трех объектах мы вам рассказывали. Это очень симпатичный детский сад Жанкой, который стал объектом эстетического любования для местных жителей, а мог бы стать и стимулом к жизни для многих жанкойских мам. Они хотят работать, но вынуждены с детьми сидеть дома. И второй детский садик в Приозерном под Керчью. Тот, что стоит, кажется, в самом центре степи и смотрит сверху на монотонную сельскую жизнь. Такой веселенький, даже няшный гость из будущего, которого, увы, не принимает сегодняшняя жизнь. В отличие от Зеленогорской школы, эти объекты уже готовы. Так что недобросовестным генерального подрядчика в этом случае не назовешь. Кстати, не удивляйтесь, что не представляю моих героев. Многие не только фамилии отказываются называть, но даже имена. В общем, на наших стройках иногда конспирации больше, чем вы готовы встретить на публичном объекте, который, кстати, и камеры с выходом сигнала в интернет окружают по периметру. Я согласен, в чем-то, может, какие-то есть огрехи. Огрехи. Недоработки и недоделки – это 100%. Это всегда было на капитальном строительстве, начиная от атомных электростанций, заканчивая городскими туалетами. Дальше уже пойдет технический разговор о сути претензий как службы капитального строительства, так и нового технического заказчика от государства – инвесстрой Республики Крым. Кто кому какие документы не дал, на сколько сантиметров и в каком месте нарушил штукатурный слой или длину электрического провода, какую марку бетона использовал вместо нужной. Но результат тривиален. Промежуточные ведомости генеральному подрядчику не подписывают. Государственных денег не платят. И он строит за счет собственных средств, изымая их из других объектов. Благо, что стройка у него достаточная по всей России и не только. Драматургия, можно сказать, типичная для крымского строительного рынка. Я вынужден взять, например, из Казахстана, вынужден взять из Прибалтики, вынужден, чтобы сюда даже заплатить зарплату. По просторным коридорам, холлам, классам, спортивному залу школы гуляет эхо. В здании всего две бригады. Одни делают вентиляцию, другие – каменные работы. Здесь им совсем не тесно. В этом огромном, просторном и абсолютно пустом здании. Я, когда подходила сюда, мне показалось, что стройка замерла, что она молчащая вообще, что здесь никого нет. Нет работы, почему никто не работает? Работная, все нормально. Нормально. Нам зарплату платят, мы работаем, что еще? Отдельные рабочие, сварщики, вентиляторщики, электрики, которые здесь ходят по помещениям, это как раз и есть доказательства того, что они держат оборону. Они еще надеются, что что-то может измениться. Вы любите работать в одиночку? Почему в одиночку? Нет, вот там еще есть человек, мы вдвоем работаем. То есть вдвоем? Открытие на крыше. Ясно. То есть втроем на все большое здание, да? Ну, грубо говоря, можно сказать, да, так и есть. А скажите, что вас держит? Наверняка на других бы объектах в Воронеже или в Санкт-Петербурге или еще где-то вы получали больше? Ну, не знаю, что держит. Деньги вроде платят, поэтому мы здесь. А вы постоянно в командировках, да? Да. Мне кажется, вам здесь должно нравиться. Так тепло. Там уже снег. Да? Обратно когда паете? Ближе к новому году. То есть вы намерены здесь держаться? Даже когда забьюжат, будете достраивать внутренней. Так как здесь нигде не стояли, что с материалом поставки практически нет. И, ну, задерживают все. Сейчас встанем, кирпич кончится, встанем, все, будем стоять. Еще одна замечательная видовая площадка. Со школы видна вся Добровская долина. За мной перевальная, впереди Заречная, слева речка. Может быть, когда-нибудь местное поселение сделает здесь набережную до этой речки. Да что там загадывать, школу бы закончить. Срок сдачи этой школы перенесен на будущий год, на декабрь 2019-го. То есть, получается, это уже второй перенос. Крыша гладкая, красивая. Мы ее видели в последний раз, когда только-только заливался верхний этаж. Шли монолитные работы. А вот есть один строитель. Пойдемся знакомиться. Вам бы многие сейчас в Нижегородской области позавидовали. Ну, почему? Потому что это 1 октября, у вас лежит снег. А здесь, видите, как роскошно. Ну, и что вы можете сказать о крымском периоде своей жизни? Узнать не можем. Ну, почему вы не уходите отсюда, не сбегаете? Как не уходите? Ну, есть же другие объекты. Зачем? Я всегда до конца. Ясно. Надо доделать. Детям надо куда-то отходить. Ну, да. Сергей Лобанов проработал самого фундамента на строительстве детского сада в Приозерном. Уехал после того, как забетонировал край клумб. Как он выражается, отлил газон. В общем, завершил благоустройство. Конечно, его сердце еще там, в далеком крымском селе, где детей, как ни странно, очень много. И садик все ждут. Слушайте, вам здесь загорать можно на стройке. Мы чем за неделю остались. Как вы будете вспоминать этот крымский период? С огорчением? Не, нормально, нормально все будет. Вспоминать хорошо будет. Просто судьба такая, да? Молит, да. А проектировщик был ваш? Нет. Проектировщик был, он взял типовое здание, соединил кое-чего, урезал. А кто проектировал? Проектировал какая-то казанская подрядная ферма, которая сразу отказалась от авторских. Они продали этот проект, деньги получили, быстренько ушли в тень. Надо его завершить. Ну как бросить? Даже вот сейчас мы это покрытие, если я сейчас вторым слоем не уколываю это покрытие, значит за зиму я должен заново это все перекрытие. А вы успеете это сделать до января? Будем стараться. Вот приедете в январе. Это как будет? Вы будете стоять, денег не будет, бюджета на этот год еще не будет? Мы частично будем готовы к встрече с зимой. Частично. И обогревать же ее будете внутри? Обязательно надо ее обогревать. Пустую школу обогревать всю зиму? Мы уже штукатурку нанесли. За свой счет? Да. А зачем? С этой крыши хорошо наблюдать восходы и закаты, но окончание работы еще не видно. И дай бог, чтобы строители успели до начала продолжительных холодных дождей, до снега, до холодов, покрыть эту поверхность вторым слоем рубероида. Иначе влага проникнет на этажи, где уже есть штукатурка, и испортит все, что было сделано за лето и весну. Знаете, весной и летом здесь были совсем другие шумы. Школа звенела, рычала, стучала, бежала, издавала звуки многими строительными инструментами и машинами. А сейчас она притихла, немножечко стучит, немножечко звенит, как будто бы урчит и шепчет. Не хочу в зиму, не хочу. За строительством школы внимательно наблюдают местные жители. Например, Игорь Юров и его сын Георгий. Врач-невролог из Мариуполя построил на этой горе дом. Кто владеет Крымом, тот владеет миром. Сначала Юровы соревновались в темпах строительства с этим объектом. Потом просто мечтали, какой будет школа. Светлая, теплая, новое оснащение, хорошее, правильно говоришь. И даже основание для спортивного зала, вынесенного за рамки главного трехэтажного корпуса, настраивало их на определенные планы. А какие секции ты хочешь? Ну, токвандо, карате, бокс. Насколько я понимаю, это же федеральная программа. И, соответственно, раз федеральная государственная программа, то и сроки должны быть соблюдены. Тут нам нечего добавить. Самим бы хотелось услышать точный ответ на вопрос – когда. А что касается Игоря Юрова, то его дом на сваях, как мегаэкономный вариант крымского жилья, будет объектом нашего анализа в одной из будущих программ. А вы вообще здесь живете в Андрусово, да? Просто случайно оказались? Я в интернет приехала. А у вас ребенок там или кто? Ну, ребенка оформляю туда. И здесь бы, кстати, был надземный переход? Наверное, да. Потому что вот так вот переходить улицу очень опасно. Я боюсь, например. Лично я боюсь. А если был бы переход, было бы очень хорошо. Мы с вами возле села Андрусово, вот на повороте на Ферстманово, где находится знаменитая усадьба Ферстмана и детский интернат. Но вот здесь мы видим два участка земли, которую сначала вздыбили, разрыхлили, подняли, а потом выровняли. Здесь начал работать невмомолот. И водители, которые часто проезжают этой трассой, наверняка видели, как это происходило. Этот невмомолот готовил основания под будущий надземный переход. Вот. Движение здесь очень сильное. Хамства на дороге много. Вы видите, как без остановки стоят машины. Вот я, кстати, сейчас спрошу у человека, видимо, бывалого. Здравствуйте. Вы здесь живете? Нет, дача у меня здесь. Как вы думаете, здесь нужен был бы надземный переход? Конечно. Особенно вот здесь очень много жертв. Да? Да. В этом году уже несколько человек погибли. Такие надземные хабы должны были быть построены здесь, а потом в селе Заречное и в селе Перевальное. Но мы не обнаружили ни генерального подрядчика, ни его техники. И это вовсе не перенос, не перевод и не переезд техники в другое место. Представитель генерального подрядчика фирмы из Карелии сказал нам, что сроки сдачи объекта перенесены на следующий год. И что, скорее всего, это вообще будет совсем другой переход, потому что проектная документация крайне несовершенна. У генерального подрядчика самого не принимают контролирующие органы рабочую документацию. В общем, все здесь будет по-другому. Заказчик этого объекта в Лозовом-3 служба автодорог, которая, к слову, могла бы поставить хотя бы светофор на этом участке. Раз уж с надземным переходом дело не сложилось. Проект был одним из самых ранних. Его в 2015 году подготовило предприятие ООО «Дороги Крыма». Были выделены деньги по федеральной целевой программе. Долго радовались этому в Добровском сельском поселении. В 2018 году тендер на строительство выиграла одна карельская фирма. Приступила к работе и, как говорят, попала. Ну, в общем, никто не отрицает необходимость здесь надземного перехода. Но его перспектива снова туманна, а отсутствие смертельно опасно. А сейчас я проведу эксперимент. Я перейду по этому переходу на ваших глазах, и мы посмотрим, как скоро остановятся машины. И так это произошло с пятой машины. Видите, остановилась шестая и седьмая. С одной стороны, мне очень жаль, что в этом году в Добровской долине не будет построено, по меньшей мере, двух надземных переходов. С другой стороны, не будет иного клубка строительных проблем. За время нашей программы, программы «Стройсерфинг», мы поняли одну очень правильную вещь. Что в строительстве за государственные деньги, как и в семье, если что-то не ладится с самого начала, то лучше, чтобы развод случился сразу, а не потом, спустя какое-то продолжительное время, когда трещина непонимания станет все глубже и болезненных проблем накопится больше. Самое главное, что все это слишком дорого. Все эти разводы и новые встречи, новые тендеры и выделение новых денег. В общем, надземный хаб или большая драма маленьких пешеходов. Смотрите расследование на эту тему в следующей программе «Стройсерфинг». Это все, вот это зелень будет, да, здесь. Там будут люди ходить. Тут очень сюжет закручен до такой степени. Вот эта лестница, это первая ЛМК первая идет. Вот здесь зелень, там будет пешеходка. Оно три яруса везде идет, три яруса набережной. То есть внутри набережной еще целая жизнь будет. Наверное, так могли бы выглядеть экскурсии по сакским объектам ФЦП, если бы местные стройки стали туристической аттракцией. Но сегодня это выездная планерка сакских депутатов. «Стройсерфинг» как навигатор показывает не только меняющийся облик крымских городов. Ведь промышленный и строительный туризм давно популярны. Это и закрытые атомные станции, и, например, действующий мусорный завод в центре Вены. Наверное, и наши большие площадки могли бы стать доходными маршрутами. Возьмись за это продвинутые туристические операторы. А может быть, мы слишком любим стройки, и такие экскурсии нам интересны. Я часто прохожу сам, смотрю, проезжаю на велосипеде, смотрю все эти объекты строительства, которые проводятся в нашем городе. Душа радуется, что они происходят. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы была скорость побыстрее. Ну, такие масштабы вообще удивительные. Масштабы большие, да. Действительно, для нашего города это действительно удивительные масштабы. Я думаю, что наш город превратится тоже в современный настоящий город, в котором будет просто приятно пройтись по набережной. Среди монолитных конструкций будущей набережной вдоль лечебного озера пока сложно увидеть окончательную картинку местности. Но уже сейчас понятно, она поменяет полностью курортные стандарты городской среды. Убитая городская среда, материальные фонды, там много чего, то, что не соответствует курорту государственного значения. Поэтому сегодня все силы именно отдаются тому, чтобы среда обитания гражданина нашего, проживающего на территории, пребывающего на территории, ничем не отличалась от санаторно-курортной среды. То есть создание такого безбарьерного образа для пребывающего. Он приезжает в курорт, он понимает, что приезжает в курорт от вывески, что это город Саки, от освещения дорог, благоустройства, зелени, наличия тех или иных видов услуг. Вот он пребывает в курортную территорию. Все. Ливневые и канализационные очистные сооружения – сложные инженерные объекты. Увидеть их техническую эстетику еще можно во время стройки. И только позже этот механизм будет работать на чистоту и комфорт городских улиц во время непогоды. Мы местные стараемся для местного города, как сказать, для своего города сделать то, чего, можно так сказать, давно ждали. Почему? Потому что очистные для города – это больная тема была. Ливневые очистные сооружения для города-курорта, которые Саки являются по статусу городом-курортом, тоже являются неотъемлемой частью. Почему? Потому что раз-два, но бывают такие дожди, что город полностью затапливает. Соответственно, за этим всем идет реконструкция улиц. Почему? Потому что строительство ливневых очистных сооружений включает в себя не только две площадки для приема и переработки сточных вод, а еще и линейную часть, ориентировочная 14 тысяч метров. Конечно, очень радует то, что столько денег выделено маленькому городу. Я, как начальник строительного управления, бывший в советское время, конечно, я понимаю грандиозность этой стройки. Сколько здесь грунта, сколько бетона будет уложено, уже уложено. А я уверен, что это все построится. Конечно, привлечет очень много отдыхающих. Это увеличение бюджета. И для жителей города будет, куда ребенка повезти, и показать, и отдохнуть. Это очень большое дело. Если тут будет все красиво, просто люди будут говорить, что в Саках уже есть не только лечебный фактор, а есть еще и где отдохнуть, где прогуляться. Поэтому, я думаю, если это будет сделано, это будет более привлекательный курорт для нашей страны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!